здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала я рада вас приветствовать в этом видео я хочу вам показать как шить пляжную тунику я буду шить из ткани которая такая вот сетчатая ткань консетка наверное она называется она хорошо тянется как право так и влево у меня два метра ткани есть две выкройки я взяла с интернетом это перри это задняя полочка половинка задней полочки выкройка 54 размера и также передняя полочка такая же передняя полочка своеобразным вырезом сейчас мне нужно две такие выкройки и одну такую выкройку перевести на ткань сложив заднюю полочку пополам туника под грудью у меня будет собираться на резинку они сделаем свободны и так выкраиваем и и и и и и вот так выглядит выкройка верхней части нашей туники сейчас мне нужно сшить переднюю полочку обычным оверложным швом вот здесь вот сшиваем теперь нам нужно совместить плечевые и боковые швы передней и задней полочки складываем совмещаем и прошиваем плечевой шов и боковой вот этот дугообразный шовчик с двух сторон прошиваем вверх нашей тунички практически готов я соединила переднюю полочку между собой обычным оверложным швом также две полочки между собой соединила то есть плечевые швы прошила и боковые вот у нас в образные горловины я ее пока никак не обработала потому что хочу обвязать ее крючком какой-нибудь ажурной вязочкой сейчас верхнюю часть мы пока откладываем приступаем к юбке я равномерно разложила всю ткань которая у нас осталась длина юбки у меня будет 70 сантиметров и просто вырезаем прямоугольник равный 70 сантиметров юбку нужно соединить в кольцо поэтому прошиваем наш единственный боковой шов следующее действие нам нужно будет соединить юбку и полочку вместе делая небольшую сборочку я сначала наметаю потом прошью все на верлоге соединяем пройму рукава и низ нашей туники я обработаю ролевым швом на оверлоге это придаст легкость и воздушность не будет утяжеляться или как-то отвисать обрабатываем я и в кольцо я и в кольцо я и в кольцо Низ и пройму рукава я обработала ролевым швом. Вот так красиво это выглядит. Так выглядит низ и вот так вот выглядит пройма. Очень красиво, аккуратно, легко и воздушно. Для завершения шитья нашей туники осталось только обработать V-образную пройму. Я хочу ее обвязать крючком и собрать, вшить резиночку, чтобы сделать вот такую красивую сборку под грудь. Приступаем к обвязке горловины. Процесс этот не очень сложный, сейчас нам нужно очень внимательно обвязать первый ряд. И дальше будет уже все легко. Я начинаю с задней полочки, то есть с горловины, которая у нас сзади, и как бы ввожу крючок. Примерно, ну, миллиметров, наверное, 3-4 вот так вот ввожу крючок, захватываю нить рабочую и вывожу ее. Сейчас я должна ее зафиксировать. Я провязываю через две ниточки, через два кончика. Теперь примерно две дырочки я должна пропустить чуть пониже, в районе 3-х сантиметров. Ниточку одну оставляем, кончик коротенький, а за длинную, за рабочую нить я протягиваю и вяжу просто столбики без накида. Столбики без накида по кругу, то есть примерно вот отступая как бы на глаз. Главное смотреть, чтобы не стягивало нам полотно, но в то же время и сильно не болталось. Вот так по кругу мы сейчас должны обвязать всю горловину. Обвязываем. Субтитры подогнал «Симон» Вот мы подходим к тому месту, где у нас и формируется как бы V-образная горловина. Вот так довольно аккуратно у нас получается. Здесь нужно нам провязать не просто столбики с накидом, а такой 3 столбика в один. То есть сейчас я подойду еще поближе. Еще один. И вот здесь. Вот здесь мы свяжем сюда, вводим крючок. Захватываем рабочую нить и его вводим, не провязывая до конца. Теперь в серединочку вводим крючок, захватываем рабочую нить, не провязывая. И уже пойдем на левую полочку, вводим крючок, захватываем рабочую нить. Вот через эти все петли мне нужно провязать, формируя одну всего петельку. И тем самым у нас так вот сформируется угол. И мы перешли на левую полочку. И дальше аккуратненько начинаем вязать левую полочку, обвязывая левую сторону нашей горловины. Обвязываем до конца горловину. Вот так получилось. Вот я вязала всю горловину по кругу и соединительный столбик соединяем в круг. Вот так замечательно у нас получилось. Следующий ряд будет простым. Делаем одну воздушную петлю, в каждый столбик, в каждую петельку вяжем столбик без накида так же. И через каждые три столбика я делаю пико из трех воздушных петель. Посмотрим, как это вяжется. Путь немножко уже поплотнее и горловина наша немножко сформируется. Более округлую форму примет. Два, столбик, три. Провязала три столбика без накида и делаю пико из трех воздушных петель. Пико и дальше опять. Три столбика без накида. Раз, столбик. Два, столбик. Три. Три столбика без накида. Пико из трех воздушных петель. Дальше опять три столбика без накида. И так по кругу провязываем всю горловину. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Мы подошли к нашей V-образной горловине Вот у меня получается одна петелька центральная Справа и слева я должна по одной еще захватить И также убавить, как делала в предыдущем ряду Вот у меня пико, одну я провязала столбик без накида И одну петельку, также захватывая три, как в предыдущем ряду Провязываем через все Это будет вторая петля после пико И провязываем еще третью петельку после пико Вот так получается и делаем пико Раз, два, три Делаем пико, закрепляем Раз, три столбика после пико без накида Вот так выглядит наш уголочек Потом мы наше вязание проутюжим Все пико будут как зубчики красиво смотреться Продолжаем до конца нашей горловины обвязывать пико Вот мы заканчиваем последнее пико И ввожу крючок, делаю соединительный столбик и ниточку вывожу Ниточку сейчас я обрежу и заправлю Вот такая горловина у нас получилась Сейчас я все отутюжу, чтобы наши зубчики выглядели ровненько и красивенько Мне кажется получилось довольно оригинально Вот такая замечательная туничка у нас получается Воротничок я еще не отгладила, не позовутюжила Будет тоже красивенький такой Остался последний момент Это резинка под грудью Берем обычную бельевую резинку Измеряем объем под грудью И немножечко я на 5 см взяла резиночку меньше Сшила ее в кольцо Теперь нам нужно нашу тунику вывернуть Поворачиваем туничку И вот в этот шов, прямо в него, нужно распределить резиночку То есть сшиваем и добиваемся вот такой вот драпировочки Как будем сшивать? Резиночку делю пополам и ставлю на меточки Раз на метках То есть как вшиваем резинку в юбку Теперь эти метки соединяем Ставим еще меточки Теперь нужно резиночку нам одеть Совмещаем метки Резиночку одеваем на нашу тунику И совмещаем метки Сначала будут у нас боковые швы Одна метка пойдет в боковую шву Вторая метка Еще в один боковой шов Третья метка Ровно посередине Нашего Как раз тоже шовчик у нас здесь Посередине метка Посередине метка Тоже здесь Обязательно смотрим, чтобы резиночка у нас не прокрутилась Вот так Теперь нужно вот так растягивать И прошивать на машинке Я буду прошивать строчкой зигзаг Прошиваем Редактор субтитров А.Семкин Вот такая замечательная туничка у меня получилась Резинка под грудью И такая вот длина Очень красивая, легкая, воздушная Надеюсь, что обладательница этой туники Очень хорошо проведет свой отпуск на море Учитесь, дерзайте У вас обязательно все получится Если вам нравится видео, ставьте лайки Оставляйте свои комментарии И, конечно же, подписывайтесь на мой канал До новых встреч!